здравствуйте из-за как ночевали ну и слава богу с вами василич сегодня будем по просьбе подписчиков делать йогурт как делается йогурт озадачили потому что эта процедура если делаешь все под рукой уже знаешь ну раньше я делал когда мы держали скотину своя коровка была все крутилось и как ты всякую разную продукцию для себя делали сейчас не держим вот а производители молока вот это вот что-то я сомневаюсь вот это что все то что написано у нас на этикетках везде всюду прошли пробы молоко и другие молочные продукты я сомневаюсь но все равно покажу как делали быстро мы это не замечали захотел раз сделал все было под рукой и закваски все на йогурт требуется закваски но некоторые покупают или в магазине закваска для йогуртов специально есть в аптеках есть пузырьки вот я сейчас вам не скажу уже название такое вот визуально посмотрю я покажу пальцем на этот пузырек то есть можно заквашивать ну во вторых что молоко всегда ну мы забрали из под коровки своей она жирность хорошая была и всегда всюду получался потому что не разбавливал на сепарате не перегонял то есть жирность нормально еще вот такое верите не верите несколько типов существуют коров и называли чем больше вы меня там ведерница вот идет например старину различали тип коров значит это самое у кого у коровки маленькая свободно идет в или значит молока дает эта коровка мало ну мало но 5 8 литров то считалось но она жирная а это ведерница бетонница были коровы но время вот я не вру вот такой вот здоровая аж на раскоряку мешает ноги-то идти аж на раскоряку коровы идет там до молока много но она жидкая жирности почти нет и вот так уже и сливок путем не сделаешь не выгоднейшие сметанки а чисто питьевая ну сомневаемся не сомневаемся вот я взял вот такую вот кастрюльку маленькую это под молоко покажу дальше процедуры берем наши вот ну жирнее не было молока молоко 2 и 5 процента я сейчас покажу что подразделяется и готовится есть йогурт готовят там же нет молоко разбавляют пожиже там все для питьевого йогурта вот вот это в магазинах продаются берешь перемешал его проткнул и через трубочку там ягодки в общем разной модификации как делается но я вот взял 2 и 5 2 и 5 должно получиться у нас ну где-то питьевому вот йогурту и так что ложка стоит чем больше жирность тем плотнее и как сметана вот это домашняя получается йогурт ну покажу я вам берем молочко наше вот берем беру я уголочек отстригаю вот так вот все аккуратненько разворачиваю чтоб вам видно было и выливаю я молочко наше кастрюльку вот вылив молочко слеснем чтобы не мазалось видите еще там сколько ну ладно свернем свернем убираем это все убираем дальше понесем на печку но я включу на 2 и 5 у меня 32 и 5 и меньше в общем средний уровень огня и будем перемешивать если соответствует жирности где-то хотя но и 2 и 5 надо постоянно помешивать чтобы молоко будет разогреваться и не пришкварилась ну не подгорела по-разному называет на народ молоко и доводить надо ну градусов до 60 но а угадаем если в 40 45 5 градусов это нормально теперь вы озадачились вот как я вот например раз а надо градусник градусник или тепловизор и сейчас есть проверить температуру нашего молока выше когда закипела знаем что 100 градусов все а здесь помешиваем и как бы будет видно что пленка будет собираться но проверяем перемешиваем и постепенно пальцем раз смотрите только не кипятите и палец туда сразу сожгете палец держит молоко раз держит ну тепленько все есть подогревайте сразу раз она не ощущается значит и вмешать и еще подогревайте и с этого момента раз тепленько потом но держит температуру и все с огня убирайте это цикл нудный помешивать ну ничего минут пять а то смотря какая конфорка как температура рассчитывайте я вот по свое и она медленная у нас и вот берется еще закваска я говорил можно брать вот я купил тоже йогурт два с половиной и это молоко два с половиной но он не очень густой йогурт значит у нас йогурт должен получиться не очень густой вот смотрите чтобы йогурт был чистый то есть без примесей там это самое ягод фруктов там ну хоть что можно пихать и разбавлять сиропами все а именно натуральный йогурт он пойдет нам на закваску ну идем идем мы с пятачком в руках молочко включаем конфорочку вот так ну минуту можно и подождать сразу это самое тепло пошло отдавать на кастрюльку сейчас кастрюлька тепло примет и будет прогреваться молоко вот как я говорил уже что помешиваем и пальчиком нормально все где-то 60 есть у нас мы берем снимаем снимаем несём с того и где-то пол баночки пол баночки я наливаю 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 теперь мы идем распечатывает наш йогурт 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 и наше молоко видите какое в принципе я уже подготовил сделал вам покажу почему не полное берем и ложечку сюда наше молоко подготовленное ложью и размешиваю вот пределах если видите я не знаю какая за закваска здесь 2 и 5 и 2 и 5 надо йогурт пожирнее брать по идее и жирнее молоко тогда он будет густой йогурт выложили перемешали перемешали ну и доливаем следующее молоко оставшиеся у нас уливаю ничего страшного как раз почему я вот смотрите на донышко говорил что надо помешивать чтобы не пригорело теперь ну я что чтобы при перештраховаться продукт не знаю какого качества чего по идее ложечки а если жирный йогурт закваска наша хорошая то достаточно было ложечки ну я для страховки беру вторую ложечку вторую ложечку и тщательно беру вот так вот размешиваю размешиваю там размешанное ну и вот добавлено йогурт убираем закрываем закрываем перемешали вот так вот и кверху чтоб разболталась у нас вот так берем ложечку туда и закрываем крышкой крышкой закрыли ну на всякий случай чтоб не перевернулся ничего ну тут я подготовил берете что-то теплое вот я взял тепленькая платок ужины надоебал ничего производстве все пригодится выйти из положения ну можете теплый есть большие махровые такие полотенчики у нас берем ставим ее придерживая придерживая и укутываю так вот укутываем наверх со всех сторон придерживая с этой стороны тоже придерживая а здесь где осталось побольше 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 беру и перехлёстываю те наши закрытые места можно чуть приподнять этот хвостик туда на донышко получилась вот такая вот обвернута термос так же берешь как я делаю вот у меня есть свитер теплый вязанный такой вот я беру сейчас вам покажу беру раскрываю его снизу где одеем ты вот эту баночку нашу ставлю сюда вот и смотрите прикрываю со всех сторон со всех сторон вовнутрь укутываю укутываю термос делаю один рукав сюда под низ баночки смотрите горизонт такой вертикально чтобы баночка стояла с этой стороны берем достал я наш йогурт будем смотреть как он приготовился с тепла я развернул еще теплая баночка была на два часа и и поставил наш холодильник вот после двух часов смотрим то есть видите заквасилась ну да получается у нас сейчас перемешаю перемешаю видите ну такой же как йогурт был два с половиной два с половиной у нас получился йогурт в таком состоянии можно сказать питьевой не густой как сметана питьевой йогурт самый настоящий вот смотрите отлично так теперь что дальше хотел сказать сделали можете употреблять так кисленький хорошенький теперь как говорил можно с ягодкой набрать и сухофрукты там и все такое прочее покажу также вот он питьевой питьевой это густой там нас легается сухофруктов живой ягоды то есть это самое там и жимолость и ну кто как хочет марину клубнику а я вот у меня есть вот такая вот морс облепихи вот берем стаканчик и раз такое количество ну как кто как как хочет так и наливает берем нашего йогурта йогурта налили облепихи вот так вот облепихи наши облепихи берем еще наливаем сверху вот так еще ложечку облепихи берем вот так вот и сверху еще заливаем наш йогурт как обычно делается закрываем его можно сразу кушать можно в холодильничек и пускай вот можно брать соломку и соломкой и вот сверху еще сделаем так красиво ну вот наш шедевр можно соломки можно так с облепихой советую вкуснятина ну вот так вот и где-то делайте пробуйте все я высказал по полочкам чем жирнее тем густее с вами был василич и так же хочу сказать на канале youtube бородатые рецепты василича подписывайтесь говорите ближайшим товарищам что нибудь найдут подберут что можно сготовить до скорых встреч пока 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 пока